Попробуйте-ка сейчас нести какой-нибудь старый дом, который взят под охрану государству. Вообще сама идея этой охраны не кажется нам чем-то сверхъестественным, а вполне обыденным явлением, но так было не всегда. Сложно представить, что собор Парижской Богоматери был приговорен под снос в силу своей ветхости. В деле его спасения ключевая роль принадлежит Виктору Гюго, после того, как он написал роман, известный на ней более по одноименному мюзиклу. А восстанавливал это чудо средневековье мастер стилизации и основоположник реставрации архитектурных памятников Йоли Людюк. В 1877 году он выпускает в Париже книгу «Русское искусство». Ее заказал еще Николай I, автор потратил не одно десятилетие на сбор материала. Но искусствоведческий труд вызвал шквал критики у отечественных специалистов. Выступить с главным опровержением было поручено Льву Далю. Потому что он был одним из первых российских реставраторов, главный диалог неорусского стиля и вообще основоположник самой идеи сохранения архитектурного наследия. И вся эта деятельность началась здесь, в Нижнем Новгороде. Это из письма Владимира Даля своей сестре Паулине Ивановне Шлейден. Казак получил имя Лев Арслан Василий. Лев в честь погибшего на войне дядю. Василий в честь крестного отца Василия Алексеевича Перовского. Арслан же по-тюркски Лев. Отец помимо русского увлекался еще татарским языком. Дело было в Оренбургской губернии, граничащей с азиатскими степями. И язык этот там играл такую же роль, какую сейчас играет английский в международных отношениях. Как же выглядел казак? У сына моего, писал Даль в августе 1835 года, глаза голубые, волосы не знаю, какие будут теперь русые. Он бегает сам и ломает все, что в руки попадется. Большой разбойник. Этот большой разбойник стал главной надеждой отца после смерти его маленького братика. Коли Богу угодно сохранить и вырастить мне живого сына, то не стану плакать по мертвым, писал Владимир Даль сестре. Как это не покажется странным, но чтобы воспылать любовью к отечественным древностям, нужно сначала проникнуться этим чувством к древностям римским. В Академии художеств существовала система пансионерских выездов в Европу. Сейчас мы бы назвали их грантами или стажировками. Когда во время одной из таких поездок художник Карл Брилов попал с подачи старшего брата Александра на раскопки Помпей, он настолько вдохновился увиденным, что написал всем вам известное монументальное полотно. Не избежал очарования засыпанных пеплом городов и Лев Даль. Он разработал план реставрации помпейских терм. Занимаясь этим процессом, архитектор начал задумываться о том, почему на его родине не ведутся подобные работы и вообще почему в Российской империи так наплевательски относятся к собственному архитектурному наследию. Ведь, как считал Даль, архитектура свидетельствует о социально-экономическом здоровье общества, следовательно, и ее сохранение – это показатель состояния всего государства. В сентябре 1866 года, после возвращения в Россию, Лев Даль добился должности сверхштатного технико-строительного отделения Нижегородского губернского правления. Для чего ему понадобилось это назначение? Во-первых, в роли сверхштатного техника он обязывался исполнять лишь то, что брал на себя сам. Во-вторых, свободный график службы позволял вести обширные исследования древних захоронений в области Поволжье. В-третьих, не обязанный присутствовать в каких-нибудь официальных учреждениях, он мог разъезжать свободно по стране, знакомиться с шедеврами древнерусской культуры. Лев Даль и занялся. Он, если можно так выразиться, открыл русский стиль и пробудил к нему интерес. В путешествиях по Поволжью Лев Владимирович посещал старообрядческие скиты, где, войдя в доверие к староверам, рассматривал рукописные книги и древние иконы. Производил раскопки мест древних битв, предание которых сохранила народная молва. И, кстати, не всегда бытовавшие сведения подтверждались находками. Он находил каменные орудия труда доисторического человека, древние монеты, остатки мечей и шлемов, для которых предложил учредить в Нижегородском статистическом комитете исторический музей и первым сдал в него. Древний горшок с узорчатым ободком из кургана Липовки Васильсургского уезда. Полихромные изразцы. Брачный резной венец 16 века. Бивень-Мамонтер. Тогда же стал составлять карту древних курганов и городищ по Волжье. Таким образом, Лев Даль – инициатор создания историко-краеведческого музея. В результате всех этих действий весной 1869 года в Нижний Новгород поступил правительственный указ, согласно которому было строжающе запрещено под ответственностью начальников губернии и местных полиций разрушать остатки древних замков, крепостей и памятников. Благодаря полученному в Италии опыту восстановления древних памятников, в 1872 году Даль впервые в Нижнем предпринял научно обоснованную реставрацию собора Благовещенского монастыря. Лев Владимирович сошелся с еще одним выпускником Академии художеств Андреем Осиповичем Карелиным. Вместе они добились открытия первой в истории Нижнего Новгорода общедоступной художественной школы. Для этой цели им были отданы две залы в полупустом кремлевском военно-губернаторском доме. Кроме искусства, у Зодчего была еще одна страсть – охота. Начиная с фальшнепа и зайца, кончая лосем и медведем. В местных лесах он настрелял немало дичи. И медвежьей шкурой, в изобилии украшавшей жилища его и все его родни, были добыты им самолично. Под конец жизни Лев Даль планировал совершить научно-исследовательскую экспедицию в Индию. Он считал ее прародиной славян. К такому выводу ученый пришел изучать тексты Махабхараты и Рамаяны. Но пока идея долго проходила сквозь чиновничьи фильтры столицы и на выходе превратилась в ничто. Предприятие не выгорело, а ведь как знать, возможно сейчас мы знали бы имя великого путешественника Льва Даля. А учитывая взаимоотношения с Британской империей, еще и русского шпиона. И ведь перечень всех этих заслуг пока без упоминания самого главного визуального наследия Льва Даля в Нижнем Новгороде, Александра Невского новоярмарочного собора. Правда, вокруг его авторства в узкой среде специалистов кипят нешуточные споры. Некоторые считают, что собор построен по проекту Роберта Келевейна. В своей книге о зодчим доктор исторических наук, заведующий кафедрой исторического факультета Нижегородского университета Николай Филиппович Филатов, пишет про некоторых «исследователей», в кавычках, как некто Давыдов Агафонова, которые пытаются оспорить авторство Льва Владимировича Даля при проектировании ярмарочного собора и тем изъять из его наследия одно из крупнейших творений зодчего. При этом профессор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Сергей Михайлович Шумилкин в довольно монументальном исследовании, посвященном Нижегородской ярмарке, пишет буквально следующее. Проект Даля, как упоминал известный историк, автор биографии этого архитектора Н.Н. Петров, не был принят к рассмотрению и остался неосуществленным. Таким образом, авторство окончательного проекта Александра Невского собора не принадлежит ни Келевейну, ни Далю. Вот и думай теперь. Точно так же оспаривается авторство Лева Даля в проектировании церкви Косьмы и Дамиана на Рождественской улице, снесенной при советской власти. Даль руководил строительством этого храма, но проектные чертежи с его подписью до сих пор не обнаружены. Но нам, не специалистам, не искусствоведам, не докторам исторических наук, данные студии не столь принципиальны. Гораздо важнее то, что Лев Даль сделал для архитектуры, краеведения и археологии в принципе. Так что поглядите в Даль, там главенствует Лев Даль. Я поэт, зову себя Пашка, от меня он Промокашка. От Льва Даля приглашение посетить Нижний Новгород. С вами был гид Павел Перец и команда проекта Нижний 800. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова